Весна пришла, снег тает, а сквозь него пробиваются наружу не первые подснежники, а разного рода мусор, оставшийся с прошлого года. Вопрос под свой контроль взяли сотрудники Госадомтехнадзора. Продолжение темы смотрите далее в нашей программе. Выгул собак на детских площадках. Казалось бы, какое отношение к этому имеет Госадомтехнадзор? Павел Ремпель, контролирующий порядок на придворовых территориях, поясняет, каждую весну, когда тает снег, на земле становятся видны собачьи фекалии. Вопрос, почему никто не убирает? Достаточно серьезная тема, потому что это касается детей нашего будущего. И когда дети выходят на детскую площадку весной, вот посмотрим сейчас, когда вот эти подснежники после собак зимой начинают вытаивать. Мы прошли перед съемкой с нашим сотрудником и насчитали здесь не одно такое пятно. Играть, гулять, ходить по детским площадкам, как по минному полю. А в этом году, как уже заметили представители контролирующих органов, город погряз в нечистотах. Особенно владельцы собак любят проводить время в парках и скверах, дворах и лесных массивах. И это заметно по количеству экскрементов. Я ни разу не видел, практически ни разу, чтобы кто-то ходил с пакетом. Культура ухаживает за своими питомцами в обществе еще не сформирована. Поэтому и дети играют на загрязненных площадках, и мамы с колясками там же гуляют. Людям как-то все равно, что тут гуляют дети, что они не думают, приятно ли нам тут находиться. А вам каково вообще такое? Ну, нам не очень приятно, когда мы тут гуляем, и тут собачьи кашки. Не стоит забывать, что неубранные собачьи фекалии портят экологию и являются главным источником распространения бактерий в воздухе зимой. Евгений Широмок со своей собакой – лучшие друзья. Говорит, что осознает всю серьезность проблемы экскрементов. У меня просто есть пакеты. Я всегда, когда выхожу, я знаю, когда ему это надо. И всегда беру пакетики. На безответственных же владельцев собак меры административного воздействия в законодательстве предусмотрены, но трудноприменимы на практике. Я пытался как-то применить такую меру административного воздействия гражданину. Гражданин говорит, у меня нет с собой паспорта. Я не милиционер, не полицейский. Я не могу его задержать на срок до трех часов с целью выяснения его личности. Пока я буду вызывать участкового, чтобы он ко мне сюда пришел, помог выяснить личность гражданина, владельца собаки, с целью привлечения его действительно к ответственности, он просто ушел. Я не могу к нему применить физическую силу. Да и как доказать, кто оставил след на земле? Поэтому пока приходится надеяться, что владельцы собак задумаются о чистоте города, в котором сами живут. Екатерина Клемешева, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.